По-живому Да, можно ли им верить И действительно ли некоторые дети Действительно ли детей обижают в детсадах Но я для начала, для разгона Собственно расскажу вам историю Которую услышала от своей собственной дочери Два дня назад Ребенок пришел ей 3,5 года Она пришла очень возбужденно из сада Кричала, скандалила Ну в общем меня это не сильно удивило, бывает Дальше ребенок спустя несколько часов После прихода из сада Начала мне рассказывать, что воспитатели Обещали ей заклеить рот Потому что она детям и дает спать днем Не дает спать днем Пообещали заклеить А потом мне и заклеили Я говорю, ну да, конечно, чем-то тебе заклеили Клеим, она говорит, нет, скотчем заклеили А под скотч ленточку положили Я говорю, какую ленточку? Красную ленточку положили Сверху скотчем наклеили Я говорю, а зачем? Ну чтобы держался лучше Я говорю, ты плакала? Плакала А потом выясняется, что она По ее рассказам Спала весь сон Два часа спала с этим скотчем Что ей было больно его снимать Что она снималась сама И воспитатели помогли И что другие дети тоже не хотели спать После этого заснули Но я подумала, что с ребенком Даже не очень поверила Скажу честно Ну думаю, ладно, проверю Подошла к воспитательницам Они говорят, ой, наверное, кто-то из детей Сказал про заклеенный рот Не было у нас такого Одна так сказала Вторая говорит, слушайте Вы вообще детей своих не слушайте Она мне вот говорит Не слушайте, вы слушайте нас Они вот плетут всякую ерунду Вы вообще надоели эти ваши дурацкие разговоры Я говорю, знаете, у меня очень чувствительный ребенок Может впечатлилось Ерунда это все Все чувствительные дети Все это значит ерунда Ну вот А вчера вечером Спустя двое суток После этой истории Я попросила родителей Из группы детского сада Поговорить со своими детьми Ну как наказывают дошколят Если они не спят И вчера уже вот ночь Которую я сегодня, в общем-то, провела в бессонном состоянии Двое детей из нашего детского сада Ровно рассказали точно такую же историю Что моей дочке заклеили скотчем рот Все остальные дети жутко испугались Вот тут же, естественно, заснули Им тоже пообещали, что им заклеют Вот, собственно, такая история Я сразу предлагаю нашим радиослушателям Звонить нам, рассказывать свои истории Собственно, что творится в ваших детсадах Верите ли вы подобным историям Как вы проверяете своих детей Что вообще делать в такой ситуации Может, вы мне что-то посоветуете Расскажите своих историй Историй, что больше в детских садах Как вы считаете, хороших воспитателей Или плохих 8800 200 ровно 9702 Вы можете писать также в WhatsApp Viber plus 7 967 200 ровно 9702 И также задавать вопросы Наши прекрасные гости Детскому психологу Татьяне Ночкиной И сейчас, собственно, мы эту ситуацию будем обсуждать Татьяна, ну, что скажете на мой рассказ Первый вопрос Ну, первое, что хочется сказать Это однозначно надо верить ребенку В любом случае Если от ребенка идет какая-то информация Которая, ну, вызывает такой ужас Негодование у родителей Ее обязательно надо проверять И здесь мудрость родителя заключается в том Что первоначально он свои эмоции Ребенку не показывает, не демонстрирует Его задача поиграть в игру с ребенком Чтобы узнать информацию о том, что же происходит Ну, собственно говоря, вот Да, я вам показала фотографии Мы сильно поиграли с ребенком в игру Я говорю, ну, пойдем в садик поиграем Я говорю, а как рот-то заклеивали? Ребенок нашел тут же дома синюю ленточку Отрезала ножницами Положила, значит, на всех кукол У нас все заклеены Все медведи Все динозавры Все малыши Она все вчера с кем-то жесточением заклеила Начали ленточки положила А потом заклеила скотчем рот И отказалась до шатки Я говорю, слушай, ну, им дышать невозможно Как же? Нет, все не наказано Плохо себя вели В общем, всем позаклеивала И довольная ушла из комнаты Научилась Ну, видимо, научилась Да, и я, знаете, поняла, что Ребенок Она как-то так спокойно к этому отнеслась Ну, как будто бы это нормально И другие дети, которые подтверждали ситуацию Они тоже так рассказывают Ну, да, она плохо себя вела Ну, наказали То есть они не бежали сообщить родителям Что произошло что-то ужасное Видимо, да, дети воспринимают это как нормальное Нормальное наказание, если оно исходит от воспитателя Ну, это зависит от того, как реагируют окружающие взрослые Как реагирует мама, как папа реагирует, как воспитатели На самом деле, в данной ситуации, конечно же, нужно обязательно подойти в садик Поговорить с воспитательницей Вы знаете, на самом деле, больше хороших воспитателей И вот такие случаи, они, вы знаете, в какой момент могут проявляться Что-то в жизни воспитателя происходит, что-то не то Какой-то дискомфорт, проблемы в семье И вот в какой-то момент, когда она не может справиться с детьми А это может быть как раз ситуация укладывания спать И вот на таком срыве воспитатель себе позволяет лишнего То, что нельзя делать в отношении ребёнка В данном случае самое целесообразное Подойти к воспитателю, обсудить этот вопрос Сказать, что вы такое отношение к своему ребёнку не приемлете И вообще к остальным детям, чтобы этого больше не было Ну а не огульное ли это обвинение? Потому что все говорят, слушайте, ну что вы... Она и сказала, я же поговорила с воспитателями Они говорят, ну слушайте, ну вашим детям три года Что вы... они тут такого сочиняют Зачем вы их вообще слушаете-то? Ну ерунда какая Она схватилась за голову, сказала, что Слушайте, я из-за вас сегодня всю ночь спать не буду И вообще мы уже на работу не хотим ходить А вчера же тоже вскрылась ещё одна история Другой мальчик сказал, что эта же воспитательница Во время еды треснула его по шее и по щеке Расскала родителям А там мальчик из очень благополучной семьи Такой тоже шалун, как и моя дочка Но совершенно адекватный, милый ребёнок И в общем никогда не был замечен во вранье Он просто в таком как недоумении рассказал это родителям И даже потом попросил, чтобы родители об этом сказали воспитателям Родители сказали, воспитательница устроила, конечно, тут же крик Что, боже мой, что творится с родителями Что, вам дети наговаривают, мы не хотим ходить на работу И всё, то есть она это вот восприняла, естественно, на свой счёт Заплакала, зарыдала И теперь группа детского сада начинает раскалываться Дальше начинается очень интересное явление Потому что кто-то говорит, слушайте, это лучшие воспитатели района Действительно, у нас платная группа, сад государственный, но группа платная То есть лучшие воспитатели всё делают для ваших детей на глазах И действительно, всегда детей обнимут и ласкательно называют И конфетки дают, то есть ты ничего не заподложишь На глазах, а что происходит там в группе, где нет никакого? Камер ничего и где они остаются наедине с детьми? Да, камер действительно нету Камер действительно нету Были как такие разговоры, но, знаете, даже по отношению к этим воспитателям Было бы, наверное, оскорбительно Потому что у них действительно стаж 30 лет Именно в этом саду У них внуки уже даже В одной из специальностей дети ходят Внучки даже ходят же в этот детский сад Это как-то действительно она всё воспринимает на свой счёт И мы не хотели, боимся даже обижать Люди боятся заикнуться И вот теперь группа детского сада раскалывается Кто-то из родителей говорят, да вы сами ненормальные И мы не хотим терять этих воспитателей Если вы дадите там ход заявлению, то ну вообще как? А другие говорят, слушайте, дорогие, ну так ваши дети тоже получили стресс Если история про скотч правда, значит запугана вся группа детского сада Они все как соучастники, условно говоря, этого преступления Это же преступление вообще-то уголовно наказуемое И вот тут тоже такой очень тонкий психологический момент Ощущение какой-то такой страха и круговой поруки Родители действительно не знают, как себя вести А если это ложь, то в придумке одного ребёнка Могут посадить взрослого человека Ну если не посадить, то положить, например, на больничную койку Там бы с инфарктом она связала, 50 лет тётеньки Ну да, вдруг человек старше 50 лет Вот я тоже думаю, вот, понимаете, я сейчас начну скандал Пойду я там, ну в департамент образования Или, не дай бог, ещё заявление в милицию напишу То есть если это было правда, это ужасно Да, это ужасно А если всё-таки ребёнок преувеличил А другие дети тоже что-то не так поняли А человек, скажешь, не дай бог, с инфарктом Я, как взрослый человек, тоже несу ответственность Вот, Татьяна, как вот из таких, условно говоря, моральных мучений духовных выходить? На самом деле, вот, ещё раз хочу обратить внимание Что в первую очередь надо идти родителю к воспитателю И говорить о том, что маленький ребёнок сообщил такую информацию Проверить её нет возможности Я хочу вас предупредить, чтобы вот точно такого не было Если, ну, такие вещи будут повторяться Я буду вынуждена писать заявление Предупредить о том, какие действия вы собираетесь предпринять Если вдруг в дальнейшем что-то произойдёт Дальше ваша задача – работать с ребёнком Было бы здорово, если воспитатель признаёт, что действительно такое было Это, вы знаете, вот просто вот удивительно Но такие вещи происходят с воспитателями действительно замечательными, хорошими Вот в какой-то период их жизни, в какой-то период времени И когда идёт такой момент с ребёнком И когда родители идут и разговаривают с воспитателем Он как бы раз и опять очнулся То есть он понеслений в ту сторону Нет, наоборот, переходит нападение на ребёнка Это, ну, вы же понимаете, что это может быть защита Конечно С нашей стороны, как родители, как нужно необходимо действовать В первую очередь установка между родителем и ребёнком Взаимоподдерживающих отношений, доверительных отношений Таких случаев в школе в дальнейшем Воспитатели будут меняться, другие будут приходить ситуации Взаимоотношения между детьми Да, приходят дети, рассказывают удивительные истории, что делал другой ребёнок Да, и какие-то вот такие моменты Поэтому очень важно, чтобы между родителем и ребёнком были доверительные отношения Давайте вот здесь поставим небольшую паузу Многоточие такое, да И вернёмся уже через две минуты буквально Никуда не переключайтесь Валентин Алфимов, Елена Кривякина в студии У нас в гостях Татьяна Ночкина, детский психолог Говорим о том, как доверять детям, которые ходят в детский сад По-живому Реклама Хотите использовать материнский капитал при покупке квартиры? Оплатите часть квартиры материнским капиталом И мы сделаем вам дополнительную скидку, равную такой же сумме Квартиры с отделкой всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей На Савихинское шоссе 7 километров от МКАД Звоните 255 5040 Код 495 Подробности акции по телефону 255 5040 ООО МИЦ Инвестстрой Проектная декларация по адресу Космодемьянская набережная, дом 52, строение 1Б Срок акции до 31 марта 2018 года Задумались о покупке квартиры? Ставки, проценты, квадратные метры, страховка, юридическая поддержка, ремонт Об этом и не только в проекте «Большая ипотека» на радио «Комсомольская правда» Зачем люди берут ипотеку, если могут позволить себе квартиру? Чтобы сделать ремонт, с которым жить одно удовольствие Партнер «Большой ипотеки» строительная компания «Некст Проект М» Рассказывает о том, каким должен быть идеальный ремонт Слушай, звони, узнай больше на nextprojekt.ru Уже 7 лет я снимаю квартиру в Москве Плачу 30 тысяч в месяц А оказывается, всего от 2 миллионов 100 тысяч рублей Я мог бы купить свою светлую и уютную квартиру на юге Москвы Нет смысла снимать Если прикинуть, я уже потратил на съемное жилье большую сумму Квартиры с нестандартными планировками От 2 миллионов 100 тысяч рублей Звоните 162-70-30 Код города 495-162-70-30 ООО «Московский ипотечный центр МИЦ» Проектная декларация по адресу Космодомянская набережная, дом 52, строение 1Б Телефон рекламной службы в Москве 8495-637-65-22 Сегодня в радиорубке Мэйские указы Приведут ли заявление премьера Британии Терезы Мэй К политической изоляции России Поспорим в эфире Слушайте и звоните с 6 вечера по московскому времени По-живому В студии Лена Кривякина, Валентин Алфимов И с нами детский психолог Татьяна Ночкина Мы продолжаем говорить о насилии над детьми в дошкольных учреждениях Как в физическом, так и психологическом насилии Пытаемся определить, когда ребенок говорит правду Когда он жалуется на то, что его обижают, в том числе воспитатели Как отличить это от сочинительства ребенка Что вообще делать в таких ситуациях Дорогие радиослушатели, пожалуйста, звоните Расскажите нам свои истории В которые попадали вы вместе с вашими детьми Может быть, вы в детстве попадали Какие-то истории у вас Сохранилось определенное отношение к детскому саду Хорошее или плохое 8800 200 ровно 9702 Это наш прямой номер Также пишите в WhatsApp Fiber plus 7 967 200 ровно 9702 Если у вас были какие-то конфликтные ситуации в саду с воспитателями Напишите, пожалуйста, как вы их решили Как вы разбирались со своими детьми Как вы пытались восстановить правду Так, ну, Датья Ночко начала нам рассказывать, собственно, да Что делать, как установить контакт с ребенком Чтобы ребенок не соскочил И, собственно, всю правду рассказал Вот очень хорошие сообщения Прям три подряд Три подряд хороших сообщений Сейчас зачитаю Айгис Иступина, наш постоянный слушатель Пишет Привет, Валентин По моему ребенку можно сразу в прокуратуру писать Но ему осталось всего три месяца и в школу Но скоро дочь пойдет в этот же детский сад Боюсь, что негатив воспитателя на нее пойдет Так и терпим Альтернативы нет Непонятно только, что случилось, да Московская область Но это, конечно, много Александр пишет Как раз то, о чем ты, Елена, говорила От скотча обязательно остаются следы И визуальные, и химические Ну, то есть клей Ребята, видите, ленточку положили Видите, какие интересные, изощренные способы Возможно, то есть были Ну, как бы уголки, как я понимаю, были проклеены Да, возможно, чтобы было не так больно Да, возможно, чтобы не было следов Но у ребенка кожа чувствительная Вот эта ленточка, она меня просто выбила из клей Даже погуглила Не нашла таких Ну, знаете, как вот Меня сразу как-то вспомнилось Как вот полицейские Да, известно, бьют без синяков Да, или там вот садисты Вот это тоже какая-то, видимо, такая воспитательная фишка Потому что несколько детей рассказали именно про ленточку Кто-то назвал это ниточкой Кто-то ленточкой Я вот такой способ не знала Обращения со скотчем Так, ну, теперь поехали Татьяна, до к вам Татьяна, да, расскажите Кстати, тут Тимофей уже про вас пишет нехорошие вещи Но это вы давайте договорите А потом я прочитаю Вы сообщите, прокомментируйте Давайте обратим внимание на то, что наша основная защита родителя Как мы можем защитить своего ребенка Это доверительные отношения Когда дети маленькие Когда они еще плохо разговаривают Это всегда в игровой форме Вот как ситуация с Леной произошла, с дочкой Очень важно эту ситуацию проиграть Убрать все свои эмоции Да как же так Да как же так мог поступить воспитатель Все в игровой форме Ой, а как это скотч, да Как это скотч к арту приклеить А что это Вот в таком вот Может быть даже разложить какие-то предметы Покажи мне, где здесь скотч И ребенок берет и, например, выбирает тюбик Какой-то там зубной пасты Для вас это сигнал, что ситуация выдумана Ее не было Не совсем, да Как минимум не совсем такая В нашей ситуации, конечно же, мама обыграла эту ситуацию И ребенок всем куклам заклеил Ну, это речь идет о том, что действительно Я могу действительно полностью в данной ситуации Это было, эта ситуация была Да Дальше, следующий момент Если мы говорим о том, как сохранить эти доверительные отношения Дети в школе, в садике всегда рассказывают о том, что происходит Они обычно в таких вот очень откровенных отношениях с родителями И задача родителя эти доверительные отношения сохранить Как это происходит? Когда ребенок рассказывает вам какие-то действия, которые он делает неправильно Он кого-то ударил, например Или он что-то сделал Такой нехороший И с позиции взрослого человека вы понимаете, что так поступать нельзя Ваша задача выслушать ребенка Обратить внимание на то, что он чувствовал в этот момент Ты, наверное, очень злился сейчас на Васю Вот так вот И ребенок, да И вы узнаете таким образом, что же произошло Обычно воспитатели реагируют следующим образом Вот ударил ваш ребенок кого-то Воспитатель, не разобравшись, сразу же ругает того ребенка, который ударил А по факту, допустим, Петя или Олег Он начал первый Он что-то сделал вашему ребенку И ваш ребенок просто ответил ему Точно так же сделал Поэтому важно разобраться Когда вам ребенок рассказывает, пусть даже он не прав Сначала озвучивать его чувства Вытаскивать вот эту информацию, что там произошло И спустя какое-то время Минут 5-10 Когда вот эти страсти, да Прошлю ребенка, вот эти эмоции Вы спокойно ему говорите Ну, в случае, который сейчас вот Валентин рассказал в перерыве Что можно рассказать о том, что вот не надо плохими словами Вот такими, да Которые ребенок ругнулся, например На другого ребенка А можно это по-другому сказать Ну, то есть цивилизованно ругнулся Более цивилизованно Да, да, да Что дает нам подобный опыт общения с ребенком Дети идут 6 лет, 7 лет, это еще у нас 6 лет, это еще детский сад Дети вам начинают рассказывать И все, что они там делают Все, что они там делают сами Такого гадкого, нехорошего У вас полностью есть информация И потом у вас есть возможность Ребенку предотвратить в дальнейших его действиях То есть вы можете с ним обсуждать Вот эта ситуация сейчас произошла Можете на примерах мультиках Можно на каких-то других примерах с другими детьми Прям точно-точно обыграть вот одну в один ситуацию Которая произошла с вашим ребенком Что-то он сделал нехорошее А могут дети вот настолько вот в плане насилия Настолько сочинять? Вот действительно, как вот воспитатели говорят Да кто-то, наверное, из детей сказал Или где-то подхватили там, по телевизору посмотрели Может ли ребенок настолько врать? Чтобы вот сразу вроде сказал Да ну, он чушь какую-то несет, не может такого быть Здесь опять идет, мы проверяем, что происходит с ребенком Это опять в игровой форме Наши дошкольные дети Вот они, кто-то не говорит, кто-то не рассказывает Как они себя ведут, как они показывают в этой ситуации А если он запуган? Если же, конечно... Если воспитатель сказала, а похоже сказала Про это никому не говорить, а то и вам рот заклеют И здесь, еще раз обращаю внимание на важный фактор Если есть доверие между мамой и ребенком Если есть доверие между папой То никакое запугивание не сработает Никакое запугивание Но рано или поздно разговориться Потому что некоторые дети сказали не сразу Но наводящими какими-то вопросами Конечно Мы можем сказать ребенку Мне кажется, ты боишься И ребенок, вот то, что вы поняли, почувствовали, что происходит Он может, да, я боюсь Мне сказали не говорить То есть дети, они все равно проговариваются Да, давайте мы послушаем у нас телефонный звонок Александра из Кировской области Здравствуйте Здравствуйте Доброго дня Могу подсказать родителям, как, то есть, узнать Как себя ведет воспитатель Ну, давайте Просто делайте тот же детский сад Рассаживайте кукол И ставите своего ребенка Не учителя, а воспитателем И куклы, то есть, не слушаются Не ложатся спать Ну да, это, собственно, то, о чем сейчас говорила Наша гость, детский психолог Татьяна Ночкина У вас были подобные истории? Вы про себя расскажите У меня жена имеет образование И пошла устраивать ребенка в платный детский садик Мы привели ребенка Вот, ее в результате уговорили воспитателем Она осталась И через неделю она приходит и начинает рассказывать Как ведут себя некоторые воспитатели Она была в шоке Я говорю, у тебя два варианта Либо заявить Это, соответственно, ты заявишь, но доказать не сможешь Если у тебя видеозаписи не будет Либо Говорю, оставайся и исправляй ситуацию в детском садике Что выбрала? Что она здесь? Она осталась и стала влиять Можете привести некоторые примеры? Потому что история со скотчем в городе Москве Честно говоря, я думала, что это возможно в Челябинске Мы потом поговорим, кстати, о Челябинской истории То есть, говорит, что бывает шлепают Бывает, что кормят плохо, к примеру И влияют психологически на детей То есть, воспитатель может психологически давить на ребенка И добиваться от него результата Либо, так скажем, просто, к примеру, если ребенок не хочет одеваться Позорят перед другими детьми Оставляют, к примеру, в раздевалке уходят И как бы, ну, сами контролируют Но ребенок, получается, остается один на один Спасибо большое Я, кстати, вспоминаю свое советское детство По крайней мере, в нашем детском саду Всю жизнь помню Я была жутко хулиганка Ну, относительно жуткая, но хулиганка Нас просто, тоже, естественно, тихий час Это самый такой час икс Просто голыми сажали на стул перед всей группой Это очень распространенный, ребята, вот такой прием Кого-то в трусах, кого-то сажали Кого-то стоял перед всей группой мальчишки Это в советское время Произошло бы это сейчас И мы бы точно так же сидели вот здесь в студии И обсуждали эту историю И говорили, что вообще-то этого воспитателя Хорошо бы посадить, засудить, расстрелять, растерзать Ну, все, что угодно сделать Это садизм, правильно, Татьяна? Это психологический садизм Ну, это вообще античеловеческое какое-то отношение Хорошо, сейчас десятки наших слушателей Которые достаточно регулярно высказываются Именно таким тоном Скажут, ну, мы же выросли И ничего Ну, вот я сижу тут перед вами Меня захотели там В первом классе Ну, первый класс, она же с продленкой, со всеми делами Хотели отправить к дошколятам горшки мыть Точно так же За ухо таскали по всему А ничего, я здесь сижу перед вами Ну Интересно У тебя есть такие сообщения, Валя? Кто тебе скажет, что ничего? Я думаю, что большинство тебе радиослушателей Скажет, что это была травма очень большая Вот, кстати, напишите Да, интересно У нас спрос с Валентином опять рождается Да, ничего это, когда вам там, скажем Вот у нас в школе жвачку волосы Влепливали педагоги Слушайте, мы ржали Было так прикольно Парень хулиган был просто отпетый Мы так ржали, когда ему Жвачку влепили волосы Думаю, так тебе и надо, негодяй Потому что ты там мне вчера по заднице дал А сейчас думаю, боже, какой же ужас Какой же это ужас, ребята Звоните, пожалуйста, рассказывайте свои истории Дошкалят нас волнуют сегодня больше всего 8800 200 ровно 9702 Еще есть вайбер и ватсап Еще даже телеграм есть Плюс 7 967 200 ровно 9702 Это наш номер для ваших сообщений Куда вы можете писать Как уже Лена пообещала После перерыва Вот через 4 минуты После новостей Позвоним в Челябинск Там тоже совершенно ужасающая история Мы всего лишь развитые потомки обезьян На маленькой планете С ничем не примечательной звездой Но у нас есть шансы Постичь Вселенную Это и делает нас особенными Стивен Хокинг Как великий ученый Постигал Вселенную И стал особенным О вкладе великого Хокинга в науку Поговорим в передаче данных Марии Бачениной Слушайте с 10 вечера по московскому времени Реклама Федеральная сеть медицинских лабораторий Гемотест Более 3000 видов анализов Мировые стандарты качества Только у нас акция Твоя биохимия 8 главных показателей здоровья Всего за 190 рублей Подробности на сайте гемотест.ру Имеется противопоказание Проконсультируйтесь со специалистом В России создана одна из лучших В мире систем пособий Для семей с детьми Она действует в рамках Обязательного социального страхования И включает такие выплаты Пособие по беременности и родам Которое выплачивается За период декретного отпуска Пособие при постановке на учет В ранние сроки беременности Единовременное пособие При рождении ребенка А также ежемесячное пособие По уходу за ребенком до полутора лет Наш мозг состоит из фосфолипидов Больше чем на 30 А печень более чем на 50% А наша нервная система На треть состоит из фосфолипидов К сожалению, наш организм Не может воспроизвести Необходимое количество фосфолипидов Восполнить дефицит Поможет наш лецитин Наш лецитин Это комплекс эссенциальных фосфолипидов В отличие от едно модифицированной сои Наш лецитин произведен Из кубанского подсолнечника Зайдя в аптеку Не забудьте наш лецитин Бат не является лекарством Задумались о покупке квартиры? Ставки, проценты, квадратные метры Страховка, юридическая поддержка, ремонт Об этом и не только В проекте «Большая ипотека» На радио «Комсомольская правда» Слушай, звони, узнай больше Суворов по Измаилу гулял? Гулял Ушаков турок на море учил? Учил А мы теперь в Турции отдыхаем Как у себя дома Анталия, Бодру, Мармарис 120 рейсов в день С сетью турагентств «Розовый слон» От 12 тысяч рублей Телефон рекламной службы в Москве 8495-637-6522 В Москве 15.30 В студии Артем Шаев Новости на радио «Комсомольская правда» Все самое важное за две минуты Глава британского Минобороны Рекомендовал России отойти и заткнуться Гевин Уильямсон заявил, что Лондон Ждет реакции Москвы на высылку дипломатов При этом грубо высказался О возможности принятия России ответных мер Высказывание прокомментировали в российском МИДе По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой Реакция министра обороны Великобритании Говорит о том, что партнеры Лондона нервничают И стране есть что скрывать В Петербурге 17 школьников Госпитализированы после приема таблеток Как сообщает Интерфакс Семиклассница принесла в школу неизвестные таблетки И угостила ими детей Сначала были госпитализированы трое Но после еще 14 человек были доставлены в больницу Для промывания По данным местного комитета по образованию Один из школьников находится в тяжелом состоянии В США мужчина устроил стрельбу в больнице И есть пострадавшие Личность стрелявшего и причины По которым он решился на вооруженное нападение Пока неизвестны Инцидент произошел в больнице американского города Бирмингем Погиб один человек и еще один пострадал Сообщает Лайф По данным издания стрелявший покончил с собой Однако есть версия, согласно которой его ликвидировали правоохранители Прибывшие на место происшествия Житель немецкого Франкфурта Нашел в мусорном баке 8 миллионов фальшивых евро При этом он не подался соблазну присвоить себе столь внушительную сумму А обратился в полицию Качество подделок эксперты оценили как очень высокое Передает канал 360 Сейчас полицейским предстоит выяснить Кто и с какой целью изготавливал фальшивые деньги Сами купюры помещены в камеру вещественных доказательств Через некоторое время их планируется утилизировать Завершение выпуска о погоде Завтра в Москве до минус 16 градусов Пасмурно и небольшой снег Все подробности на сайте kp.ru Самым популярным с миру нет Артем Шаев, служба информации, радио Комсомольская правда Судья Лена Кривякина, Валентина Алфимов Мы продолжаем обсуждать насилие над детьми в детских садах Физическое насилие, психологическое насилие В гостях у нас Татьяна Ночкина, детский психолог У нас осталось 15 минут, звоните, пишите свои сообщения 8700-297-02 Сейчас мы перенесемся в Челябинск Где тоже, в общем, случилась история Очень тяжелая по отношению к детям Валентин, я не могу рассказать, расскажи-то Я, честно говоря, тоже не очень хочу это рассказывать Я хочу сейчас обратиться ко всем Все, кто ест прямо сейчас и слушает радио Отставьте, пожалуйста, подальше своей тарелки Андрей Абрамов, наш корреспондент в Челябинске На связи, Андрей, здравствуй Здравствуйте, Андрей Здравствуйте Ну так что там с воспитательницей, да Заставившего ребенка есть кашу Когда ребенку стошнило Значит, рассказываю Неделю назад в прокуратуру пришла жительница Челябинска Дочка, которая посещает один из садиков Ленинского района города Женщина написала жалобу На строгого воспитателя По ее словам, сотрудница заставила дочку Съесть кашу с рвотой, простите Причем это было почти два года назад Но именно вот сейчас терпение женщины лопнуло И она решилась подать жалобу А что-то долго Да, что-то у нее лопнуло, как-то оно долго не разрывалось Рассказываю все постепенно Так вот, два года назад трехлетнюю девочку вырвала за завтраком Ну знаете, как бывает в страшных фильмах про детство Когда грозная воспитательница надвисает над тобой Да, супрасольник еще обычно Да-да-да, знает Дальше Пока все не съешь, ни играть не пойдешь И вообще домой не пойдешь Будешь сидеть, пока родители тебя не заберут Ну вот дети и сидят, и давятся этими пресными кашами, супами Мама девочки говорит, что все это время В группе царила едва ли не казарменная дисциплина Не спишь сон час Воспитательница дает тебе в руку тряпку И отправляет мыть раковину А еще она давала детям обидные крички, дразнилки Ну с какой-нибудь обидной, слегка нецензурной рифмой Рано приучает, как к труду, да, так это В детском саде раковину Так, ну в общем накопилось, да И она написала заявление И, собственно, завели уголовное дело, как мы поняли Нет, нет Вот тут вот все немного сложнее Дело в том, что пока все на стадии проверки Уголовного дела нет Правоохранители пока проверяют А воспитательница работает или хотя бы отстранили на время? Нет, воспитательница пока работает Все дело в том, что вот я Она не захотела с нами общаться Но вот поговорили ее коллеги И они, знаете, так шепнули Что женщина, конечно, властная Но рвоту девочку есть не заставляла Знаете, как бывает Ребенок возьмет ложку еды Пожует и выплюнет обратно Не сладко, не понравилось что-то Вот, дескать, так и было в тот раз А маме девочка сказала, что меня стошнило Я понимаю, что это никоим образом не оправдывает поступок воспитательницы Но все же наводит на мысль, что родители могли чересчур переволноваться Ну, как говорится, следствие разберется, будем ждать Да, понятно, спасибо, нас уже всех все затошнило Андрей Абрамов, наш корреспондент Челябинский Да, вот еще одна история ужасная Вот я вам рассказала историю про скотч Здесь рассказали историю про каши Все-таки, пожалуйста, звоните, расскажите нам Были ли у вас, ваших детей, ваших знакомых Неприятные происшествия в детских садах Как вы справлялись с этой ситуацией А я спрошу наши гости Быстро, да, все-таки Два года-то стоит ждать? Или это была действительно такая групповая ошибка? Потому что, конечно, по-моему, женщина поздно прозрела После такой истории А ребенок прошло всего года, ребенок уже ничего не вспомнит Это слишком долгий срок То есть уже не доказать уже И вы как психолог, как эксперт, говорите, что просто Ну, ребенка к этому вопрос уже не подключишь Все, ты уже не вытащишь информацию Можно ли было это спускать на тормозах сразу? Нет, конечно, это нужно было сразу решать А это вот терпение родителей Детям не верят, и потом только через какое-то время Поэтому призываю, опять-таки, верить детям своим То, что они говорят Проверять информацию сразу Прямо сейчас нас на связи Наталья Польскова Президент Ассоциации педагогов семейных детских садов Многодетная мама И воспитатель семейного детского сада Которую, кстати, открыла сама Наталья Александровна, здравствуйте 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 Как вам наши истории? Встречали ли вы в своей? У нас вот радиослушатель рассказал историю Как его жена устроилась в детский сад И много чего там нагляделась Но решила просто бороться и исправлять ситуацию Скажите, пожалуйста, в вашей практике Ваших коллег были ли подобные ситуации? Как вообще быть родителем? Займите немножко нашу сторону Вы знаете, я только что подключилась К сожалению, не в курсе Да, я уже сказала историю Как мои дочки заклеили рот скотчем во время сна Сейчас наш корреспондент Челябинска Рассказал, как детей насильно Кормят едой, даже если их При этом тошнит В общем, мы обсуждаем такое Насилие над детьми со стороны воспитателей Да, я поняла Дело в том, что семейные детские сады Качественно, так сказать, отличаются От всех других форм дошкольного образования Тем, что они образуются в многодетных семьях Воспитателями являются сами родители А воспитанниками дети этой семьи Поэтому подобного рода случаи Конечно, исключены в нашей практике Безусловно Я с таким никогда не сталкивалась Ваши дети ходили когда-нибудь в обычные детские сады То есть не в частные, да, или не в семейные Вот как у вас, да А в обычный детский сад И сталкивались ли они с воспитателями Не родителями, а со сторонними воспитателями? Я поняла, да Старшие мои дети, которые уже выросли Недолгое время ходили в детский сад Но никаких такого рода происшествий у нас не было У нас были прекрасные воспитатели И полное взаимопонимание детей Да, Наталья, спасибо большое Да, Наталья Польскова Президенция педагогов семейных детских садов Подбавила позитива в наш эфир Мы все-таки продолжаем больше о негативе И что делать с правдой и неправдой от детей Пишите, звоните 8700-200-0907-02 WhatsApp, Viber, плюс 7-967-200-0907-02 Спрошу пока у нашей гости Татьяны Новичкиной, детского психолога Татьяна, как детей потом из подобных Насколько велик стресс для ребенка Объективно трехлетнего ребенка Которого заклеили роз скотчем Или заставили таким образом питаться Насколько все-таки велик этот стресс Если, скажем, это был разовый срыв воспитателя И как потом ребенка от этого водить Нужно ли, скажем, вот мне сейчас бежать С ней к психологу, с трехлетним ребенком А с какого возраста ребенка имеет смысл водить К психологу И какую помощь мне сейчас своему ребенку оказать Здесь, на самом деле, конечно же, опять работа папы и мамы В отношении того, что происходит сейчас с ребенком Играть в игровой форме Смотреть, если у ребенка опять проявляется Он начинает закрывать скотчем рот Да, то есть нельзя так с людьми Но специально мне не напоминать эту историю Нет, конечно, родители очень часто создают проблему у ребенка Обсуждая с бабушкой, с дедушкой, с родственниками Эту проблему при ребенке И ребенок, он на ней начинает зацикливаться По-другому не скажешь Поэтому очень важно, чтобы папа и мама Уводили ребенка от этой ситуации Если он клеит на куклы скотч, как вот, Лен, в вашей ситуации То в данном случае вы прям вот точно, строго, убежденно на 100% В голосе у вас так должно звучать Нельзя так с людьми, это неправильно Никто не может так с людьми обращаться и отклеивать Я могу сказать, что воспитательница сделала плохо Я могу порушить ее треть, сказать, что воспитательница сделала очень плохо Так делать нельзя, и ты вот, ты должна сказать, что ты пожалуешься Надо учить ребенка сопротивлению взрослому Конечно, обязательно Нельзя, если так сделали, это надо сказать взрослым Чтобы взрослые воспитателям сказали, что так нельзя делать Обязательно Поскольку очень многие дети, когда взрослый вот такой момент говорит, что Ну это воспитатель, ну ничего Ну, наверное, ты ошиблась. Дети начинают потом молчать. И в школах происходит ситуация, в первые, вторые классы, какие-то, ну, там, третьи классы, некорректные ситуации по отношению к ребёнку. И ребёнок молчит и ничего не говорит. И родитель узнаёт просто об этом спустя, там, полгода, 7 месяцев, 8 месяцев. Когда уже бесполезно. Это вопрос доверительных отношений с ребёнком. Все мы люди, все ошибаемся. Задать, я понимаю, вам вопрос. У нас звонок на линии. Анна Невиномыск. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Здрасте. Меня, конечно, очень заинтересовала эта тема. Я просто сама... Да, покороче, пожалуйста, да. Ого. Хорошо. Значит, дело в том, что у меня у самой в садике такой был случай. Я до сих пор не ем манную кашу, потому что меня заставляли есть эти комочки с кашей. Вот. Но я сейчас хочу сказать, что есть и другая сторона медали. Вот, допустим, я подрабатываю летом в садике воспитателем. И дети, приходя после выходных домой, то есть игры были такие. Это дети были 2-3 лет. Они садились, значит, все в кучечку, брали игрушечные стаканчики, начинали чокаться, начинали какие-то тосты говорить, начинали, в общем, какие-то вещи копировать своих родителей. То есть, а вот как здесь быть? Верить ребёнку или нет? Или вот приходит ребёнок с синихом. Опять-таки, верить родителям или нет? Что он там упал? Или вот как бы вот это интересно. Да, вы темы домашнего насилия вскрываете. Многие, кстати, педагоги детских садов помогли вскрыть детское насилие. Понятно. Спасибо вам большое за ваш звонок. Василий Василий Василий. Василий, слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот вы рассказывали про два случая. Один с... Да-да-да, я помню. Второй там про Акашу. Я в своем детском саду пережил много чего, еще больше этого. И рот заклеивали только не скотчем, а бумажкой, это канцелярский клей. Помните, такой противный. И заставляли есть, чего только там не делали. Знаете, никакой психологической травмы на детей не оказало, по-моему, ни на кого. Почему? Единственное, что когда родители начинают на это очень сильно и правильно обращать внимание, то с этим, конечно, безусловно, надо бороться. А если дети начинают что-то придумывать, это очень легко выяснить. Они им путаются в деталях, и, как правило, дети гиперболизируют. То есть они рассказывают это все в формате игры, и им это смешно и весело. А если ребенок рассказывает реальный случай, то он переживает заново эти эмоции, и для него всегда это дается тяжело, если действительно для него это буквы так говорится. Да, спасибо большое. Да, спасибо большое. Правда? Да, на самом деле дети, они реагируют, если для них это оказало такой очень неприятный страх какой-то, или вот такие ощущения неприятные, то дети, конечно, это рассказывают на таких эмоциях. Но вот история со скотчем, опять вернусь к ней, она на ребенка, как такова, сейчас не оказала такого жесткого никакого внимания. Это скорее мой шок, мой стресс. Да, не оказал, да, это ваш стресс, и вам это решать, опять говорю, это решать с воспитателем. Чтобы воспитатель не говорил, ваша задача стоит на позиции, что этого не должно быть. То есть в любом случае. Как вы будете решать вопрос, если дети шумят во время сна? И вариант от воспитателя, все. Ну, потому что, честно говоря, полгруппа родителей сейчас пьет волокордин, потому что действительно больше даже испугались, похоже, родители, потому что стресс нанесенный тем, как им дочки, которые заклеили, мои дочки, и тем, кто это видел, и все думают, ну все, кошмары, уже поднимают все статьи о насилии, как только возможно. То есть мы, в общем, себя накручиваем, как я понимаю. Ну, конечно, это вообще характерно для родителей, особенно маленьких детей. Хорошее сообщение от нашего слушателя. Камеры нужны, воспитатели бывают очень жесткими. Я сама работала няней, нагляделась, детей на самом деле жалко, они беззащитны перед злыми тетками. Берегите своих детей, их нервную систему. Не все дети обманывают, в основном они говорят правду. И они, видя, как их обижают, они друг другу сочувствуют, жалеют друг друга. Это я сама видела. Скрытые камеры надо ставить. Вот такое мнение от нашей слушательницы. Ну и про кашу тоже пишут. В садике часто говорили воспитатели, не съешь кашу, заши в рот вылью, ее рот обещали заклеить. Многие дети этого боялись, но все эти обещания были на словах. Ну, это уже другой вопрос, да. На словах, наверное, можно простить. На словах. Татьяна, спасибо вам большое. Татьяна Ночкина была у нас в гостях. Детский психолог. Обязательно увидимся в этой студии еще раз. Валентин Алфимов и Елена Кривякина. Подводя итог, буквально на 5 секунд, да, как нам говорил сегодня наш эксперт. Доверяйте своим детям, любите их и разговаривайте с ними. Реклама 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 Реклама